Но могу разочаровать, Михаил Александрович, для таких городов, как Саратов, вообще для городов-миллионников, Горэлектротранс имеет огромное значение. Городской электрический транспорт является транспортом не прошлого, а будущего. Вот уйдут автобусы, уйдут газели, а вы останетесь. Просто вопрос, какая техника будет? Скорее всего, это уже там, допустим, не троллейбус, а троллейбус, который может ходить и на аккумуляторах на собственном ходу. Если говорить о трамвае, это, скорее всего, бесшумный, скоростной трамвай. Понятно, там должно быть другое рельсовое хозяйство, и сам по себе он должен иметь другой комфорт. Поэтому тот, кто разрушает городской электротранс, он столкнется в будущем с проблемами, которые будет решить намного сложнее. Вот поверьте. Поэтому нам не только нужно говорить о сохранении, нам надо обязательно говорить о развитии. И вот, если хотите желание найти самое легкое решение, посмотрел предложение, не считаю, что это самый правильный путь, а на эту проблему надо посмотреть со всех сторон. Это, во-первых, люди, за людей надо бороться. Условия создавать, это заработная плата, это то, что можно решить быстро и не откладывать долги ящиков. Но, конечно, надо переходить на те уже подходы в работе, которые есть, допустим, в той же Москве, в других городах, тем, чтобы жители города почувствовали и отдачу, и комфорт от работы городского электротранспорта. О чем речь идет? У нас ведь как с вами? Вышел на остановку и ждешь. Все, это в прошлом. Давайте обсуждать подходы, решения, которые позволили бы человеку приходить и понимать, что в это время придет трамвай или троллей. Дальше. Заводите на новые платформы вообще движение всего транспорта, электрического транспорта, с тем, чтобы мы с вами могли, вот, как горожане, посмотрели, ага, этот ушел, этот движется, и в реальном режиме времени могли спланировать по свое время. И пересадки, и поездку свою, это все возможно. Надо уходить, в том числе от кондукторов, ко всем новым технологиям, которые позволяли бы через турникеты людям пользоваться возможностями городского электрического транспорта. С другой стороны, надо сделать все, чтобы у нас с вами ценовая составляющая по городскому электрическому транспорту, она была для горожан, с одной стороны, приемлемой, А с другой стороны, вот, когда речь идет о помощи, когда речь идет о решении проблем ваших, посмотрев балансы ваши, думаю, что не открою вам здесь Америку, и нового ничего не скажу. Вот у нас есть Валерий Васильевич, который уже думает о том, где ему деньги найти. В общем, есть долги, за которые область не рассчиталась. Эти долги порядка 422 миллионов, потому что по льготному билету, если брать, допустим, железную дорогу или водный транспорт, или те же автобусы, они рассчитываются полностью. А городской электротранспорт из 23 рублей всего 12. Поэтому надо взять, сесть в городу, в области, выверить долговые обязательства. Вот они, 400 с лишним миллионов есть. Эти 400 миллионов надо возвращать. До конца года их по 100 миллионов можно вернуть. Но надо возвращать уже под новые подходы в развитии городского электрического транспорта. Вот таким образом. И, может быть, уйти от, Валерий Васильевич, здельщины, потому что здельщина, она, с одной стороны, да, в свое время давала соревновательность. Но эта соревновательность была в рамках некой монополии. А так как у вас сейчас много задвоенных маршрутов, то у вас эта здельщина приводит к тому, что она бьет, в общем-то, опять по городскому электротранспорту. Поэтому, если взять и, допустим, установить зарплату водителя от 30 тысяч и выше, то в этом случае будет совершенно понятно, когда водитель должен быть на этой остановке, на этой. И дальше все это через единую систему, которая будет через интернет, в том числе и администрироваться, можно будет наблюдать. И это самое простое, что можно сделать, думаю, что до конца года. То есть не откладывать. Самая тяжелая новая техника – это подвижной состав и, соответственно, птевое хозяйство, подстанцевое, тяговое хозяйство. По моим оценкам, для того, чтобы обновить все полностью на предприятии, надо порядка 25 миллиардов. Обосную цифру. Если говорить о троллейбусах, так же, как и трамваях, где-то 10% у вас машины, имеющие нормативный еще срок службы, троллейбусы до 10 лет, трамваи до 16 лет. Это вот 10%. 90% надо уже менять. У нас с вами, если взять троллейбус, то стоит он уже более 20 миллионов. Ну, вот, посмотрите, а их должно быть у вас 166. Трамваев 181. Они стоят еще дороже. Одинарный бою 30, а сдвоенный 60. Вот возьмите, умножьте. Мы начали проект по скоростному трамваю. У нас только одна ветка, третий маршрут, да? Три маршрут. Третий. Вот. Стоит без подвижного состава более 6 миллиардов. А если посмотреть остальные, вот в сумме оно получится ровно, скорее всего, где-то в этих пределах. Где-то в этих пределах. Но начинать надо. Поэтому вот я надеюсь, что мы с вами сегодня поговорим. Михаил Александровичем дополнительно обсудим. Дальше выработаем конкретную программу. Она должна, с одной стороны, иметь источник. А этот источник я назвал, потому что долговые обязательства у вас накопились многолетние. Их надо возвращать. С другой стороны, надо повышать оплату, чтобы здесь не было дефицита водителей. В-третьих, надо перейти на новую форму работы. Обсуждайте, аргументируйте. Но постарайтесь сделать так, чтобы в итоге у нас этот транспорт был самым престижным, самым доступным для жителей города. И удобным, безусловно. Но вам надо сейчас решить вопрос доступности. Что касается удобства, это уже новая техника. Это, безусловно, новые модели. И, конечно, если говорить о трамвае, это как раз реализация проекта «Красного трамвая». Но если только брать и говорить, вот нам здесь 25 надо, а у нас ничего пока нет, то тогда мы будем завтраками кормить. Поэтому правильно было бы сначала решить зарплаты, решить с подходами новыми, убрать задвоенность. Посмотрите, может быть, как первый шаг, один отработайте маркет. Вот мы случайно здесь находимся, самый протяженный в вашем маркетке. Давайте его отработаем. Давайте. Вот давайте отработаем его, переведем и водителей на новые формы оплаты труда. Посмотрим по подвижному составу. И опять здесь скажу. Вот мы, нет хорошей жизни, но деваться некуда. Попросили у Москвы поддержку, потому что они переходят на электробусы. То есть у них троллейбусы уходят в прошлое. И они их снимают полностью у себя с линии. Приходят у электробусы. Причем у нас в будущем в Энгерсе также электробусы будут производиться. И сейчас вот новые модели троллейбусов стали выпускать. Причем где-то, наверное, объем заказов уже порядка 300 троллейбусов есть на новом предприятии, которое Трансмаш Холдинг создал на базе в том числе Троллз. Потому что они будут расширять это все хозяйство. И производить в том числе здесь будут кузоват для трамвайов. Это крупнейший холдинг. Он там пришел. И сейчас вот они большой заказ выполняют по Санкт-Петербургу, для других территорий. Но о чем я хочу сказать. Нам какой-то этап придется, безусловно, учитывая, что большое количество машин устарели, менять, ну, если хотите, в том числе и за счет вот такой возможности, которую нам Москва предоставит. Ну, так как у нас прежнее руководство города, когда техника пришла, ее на металлом порезали, понятно, что это не могло остаться незамеченным. И, что называется, как ложка бочки меда дегтя оказалась. И в этот раз, когда 50 машин пришло, 20 ушли. Самые хорошие Балакова. Следующие 20 берал Энгельс. И 10 осталось Саратов. Но Саратов поехал, отобрал их тоже сам. Поэтому, когда начинают все задавать вопросы, а почему в одном-то ролике кондиционера в другом нет, то, что отобрали, то и получили. И в этой связи отбирайте сами с пониманием того, что городу нужно. Вот в этой связи могу вам сегодня сказать, что за тот период времени, когда мы с Валерием Васильевичем обсуждать начали тему городского предприятия электротранса, с Михаилом Садовичем еще раз проговорили с Москвой. И отдать должное, у них в резерве порядка 50 отролейбусов находится, вот от вас должны поехать представители и отобрать себе то, что вы считаете возможным для того, чтобы заменить те троллейбусы, которым уже название троллейбусы на самом деле это куча хлам. Я не готов вам говорить, насколько это лучше. Вы сами посмотрите. Если лучше, берите. Хуже, не берите. Если это нас отбросит назад, не берите. Если это лучше, берите. Но 50 есть. С мэром Москвы переговорили, он все уже команды дал. Поэтому, исходя из того, что они снимаются линией порядка 200, там понятно, из них отобрать 50 можно. И вот эти 50 надо отбирать, но отбирать как для себя. И еще раз, Михаил Александрович, если здесь будет работать не патриот или в городе будет отвечать за эту работу человек, который внутренне не уверен в том, что это предприятие должно быть основным, стратегически главным в городе, в плане перевоза, убирайте людей. То есть убирайте того, кто не верит в предприятие, не верит в себя. Потому что нам надо вот это, если хотите, время, сейчас сложное, пройти в партнерстве с теми, кто верит, кому мы будем помогать. Но без руководителя и без тех, кто будет вместе с ним решать эту задачу, мы ничего не сделаем. Поэтому вот ваша задача так стоит. Поэтому в течение августа 50 и день техники заберете, Валерий Васильевич. Спасибо, спасибо. Если там вы увидите кондиционеры, берите, конечно, луч с кондиционерами. Если вы увидите с Wi-Fi, берите луч с Wi-Fi. Дальше в течение августа посидите, посмотрите долговые все проблемы. Дальше выводите на зарплату, я еще раз подчеркиваю, 30 тысяч, ниже зарплаты не должна быть. Все должно быть выше 30. Во-первых, здесь классность, здесь ответственность. И потом на 30 тысяч они найдут людей. Нет? Найдете? Найдем. Придут. Придут. Правильно будет, придут. А сейчас какая зарплата? Ну, мы все вместе с работаем. Если у нас в этом году появилась строчка в расчетке, доплата до мрота, то вот чем я вам могу объяснить, какая у нас зарплата. А почему доплата до мрота у нас? У нас что, минималка? Раньше у нас была минималка. Ну, раньше не было такой срочки в расчете. А если мы делаем с вами минимальный 30, тогда и водители, которые ушли от нас на автобус работать, они вполне вернутся. Они сами говорят, если зарплату поднимут, мы вернемся. Тем более многим хотелось бы доработать сдаши и уйти на пенсию на льготную. А сейчас они там работают за деньги. Просто за деньги. Давайте вот мы с вами все то, что проговорили, перенесем на хуже решение. Там, с троллейбусами понятно. Это вопрос, то, чем я занимаюсь, он у меня на контроле. Со скоростным трамваем все поручения есть. Мы этот вопрос обсуждали с предприятием правительства. Он уже в реализации, им занимается и Министерство транспорта, и занимается правительство Российской Федерации. Но у нас эти деньги придут 330 миллионов. А будет время, когда не так много его погоды. В плане реализации погоды. Поэтому вы сейчас уже готовьтесь к тому, что выберите участок, который вы сможете, исходя из вот этой суммы, взять и модернизировать. С тем, чтобы нам уже на будущее, на будущий год, перейти за дело. Это вторая тема. И третья, она малоприятная, Валерий Васильевич. Неумение, или, если хотите, непрофессиональная работа по подготовке заявки на новую технику Минтранса в рамках лизинговой программы привела к тому, что регион там оказался где-то на 30-х позициях. Только 6 регионов получили поддержку. К чему это приводит? Вот если мы говорим, более 20 миллионов стоит троллейбус, нам придется искать эти деньги из бюджета, причем бюджета датационного. А если только мы попадаем в лизинговую программу, там всего треть суммы. Там всего 7-8 миллионов. Понимаете разницу? У нас в этом случае, мы найдем на один троллейбус, допустим, а это нам дает возможность совершенно правильно 3 купить. И вот здесь надо, Валерий Васильевич, спрашивать с тех, кто занимается этим, и брать на контроль, причем наличные. Нам же с вами, посмотрите, если брать такое количество техники, 150 нам надо троллейбуса, помножьте 150 на 20 миллионов. Сколько это будет? Очень много. 3 миллиарда. 3 миллиарда. Мы не умеем такие цифры. Вот, берите теперь и множите. А если только вот тот балбес, который безответственно отнесся, готов найти эти 3 миллиарда, думаю, что 1 миллиард всегда найти легче. Так ли? А мы получим такое же количество техники. Вот о чем речь идет. И получается, помощников-то у нас нет. Привезли технику, взяли ее, порезали на металл. Значит, заявку подали, проиграли. Значит, зарплату установили неконкурентную с водителями автобусов. Вы о чем? Вы что, специально, что ли, разрушаете городское предприятие? Ну, зам, задумайте, это стратегическое предприятие. Вы что делаете? У вас все отсюда сбегут. И они сбегут. Вот, хорошо там у вас стоит на выходе. Охраняем. Ну и он уйдет. Тут уже охранять нечего будет. Ну, вы сами задумайтесь. Рассмотрите с профсоюзами вопросы социальной сферы. Санаторная база. Отдыха. Это все должно быть в комплексе. Это самое крупное предприятие города. И еще раз вам говорю, возьмите вот этот маршрут, сейчас отработайте его как пилотный, посмотрите под новые подходы, посмотрите его пока один, обеспечьте турникетами, обеспечьте его там, вот, новыми платформами, которые бы позволили его в реальном режиме времени, вот, ну, если хотите, эксплуатировать. Не таким образом, чтобы там стояли бабушки и мамочки с колясками в ожидании, а чтобы она вышла, посмотрела, горы, транс, ага, маршрут. Так, вот, время движения и все. Да, и переведите на другую форму оплаты. А переведете на другую форму оплаты, у вас многие тоже проблемы, наверное, уйдут, или нет? Уйдут. Много проблем нет. Уйдут, уйдут. Они, я говорю, они оттуда пришли, когда была монополия, сейчас ее нет. И уберите задвоенность и отработайте вот именно этот самый протяженный маршрут. Отработаем там с вами, допустим, за месяц. Собрались, посмотрели. Мы же с вами не можем все предусмотреть. Не можем. Вот это вот правильно сделали? Правильно. А вот это надо откорректировать. А вот это? А вот это надо взять и отменить, условно говоря. А эта тема как? Давайте ее вот так. Вот вам месяц времени. И в начале сентября встречаемся. Вы нам отрабатываете вот этот маршрут с коллективом, с руководством. К этому времени придут троллейбусы. Троллейбусы сюда. Не размазывайте. Вот сюда. А дальше будем искать. Если вы скажете, что там на два маршрута ходят, хорошо. Но не размазывайте. Все остальное надо договариваться с тем же троллейбусным заводом, с новым руководством. У нас будет уходить много вутиль. Можно ли нам как-то, допустим, взять и провести ремонт. Ремонт, ну, уже исходя из того, что по нашим деньгам это мы потянем. Ну и, конечно, надо вновь заявку подавать на лизинг, с тем, чтобы мы уже новый транспорт получали. Вот об этом, Валерий, весь отработал. Что еще? За все. Я почему про транспорт, про подвижной состав затронул вопрос. Когда-то директор говорил, по-моему, Петр Покарчев, будет подвижной состав, будет все. Нет, ребят, хотите ли я вам скажу? Нет. Будут и водить, будет на чем работать, будет кому работать. Хотите, я вам скажу, когда будет водитель, дальше уже появится качество работы. Все-таки все начинается с водителя. Спорный вопрос. После завтра будут замечательные здесь стоять машины, а не будет водителя, не будет традиции, не будет профессионализма. Знаете, нужно будет сколько времени запустить это? Мы потеряем вас, а потом будем плакать. А это будет еще дороже. Поэтому надо начинать вопрос с человека. Технику, понятно, обновлять надо, и мы этот вопрос тоже решим. А что касается уже дальше двигаться, необходимо, ну, по расшивке проблем, которые, исходя вот из сегодняшнего дня, мы можем, допустим, взять и сейчас решить. Что-то завтра, что-то послезавтра. Но если у нас даже сейчас появятся большие средства для того, чтобы построить скоростной трамвай, надо время будет. Хотим мы не хотим. Это технологий. Это в любом случае ограничение во времени только в плюсовую погоду. А дальше копнешь одно, вылазит другое. Вот мы с Михаилом Александровичем занялись тротуаром. Обсуждая этот вопрос, я говорю, Михаил Александрович, просчитайте, скажите, сколько надо средств найти, чтобы в Саратове были везде хорошие тротуары. Он посчитал и назвал цифру. Один миллиард восемьсот миллионов. Вот мы в этом году, первый этап пятьсот миллионов, второй этап сейчас, деньги уже выделили, тридцать шестьдесят пять миллионов. На будущий год еще пятьсот, но думаю, что общий объем будет свыше трех миллиардов. Почему? Потому что они никогда не считали. Почему не считали? Потому что они этим не занимались. А как только стали заниматься, они начали считать. И поэтому, когда мы с вами говорим про развитие городского электро-транспорта, сейчас, вот, возьмите пилота, один маршрут, там вылезет столько того, что никто никогда и не предполагал. А это будут не только деньги, это будут и технологии, и подходы. Ну и потом, если мы говорим о всеочном дне, нам надо уходить в технологии будущего, а не вчерашние дни. А мы же все там сидим. Ну и надо предприятия относить к числу стратегических. Это надо взять, отразить в рамках закона Саратовской области, чтобы никто близко не подходил к территории этих предприятий. Они же не случайно взяли и приватизировали. Одно, второе, третье. Здесь вот все осталось, потому что это начало города. А тех депо, о которых мы с вами говорим, это все депо в центре. Поэтому Дума областная должна понимать свою ответственность. Не сидеть. Шары дуют. Драки устраивают. А это все чуть плохие. Потому что председатель Думы пенсию получают за 100 тысяч рублей. Замы получают за 90 тысяч рублей. Председатель комитет за 90 тысяч рублей. А и больше в два раза, чем депутаты Государственной Думы. Вот вы здесь, впереди планеты всей. И страны. А в работе, а в зарплатах водители. Посади. Взяли бы и по-другому сделали. А то языком чешут, чешут. Ну возьмите, примите стратегическое предприятие. Близко не подходите. Все. Достояние народа. А то орут одно, делают другое. Маленький, Василий. Привил лично. Правильно. И тогда это предприятие, у которого будет будущее. Почему? Оно будет определено как стратегическое. Оно и было стратегическое. Было. У нас даже бронь всегда была. Да, серьезно. У нас бронь была. Нас не призывали на переподготовку военкоматных. Да, все. Это не новое. Подождите. Наверное, старое. Все, хорошее, старое. Надо обязательно брать и сохранять. Не новое. А это? Может, тоже затраты какие требуют? Или нет? Что? Ну вот, признание стратегическим предприятиям. Я думаю, не требует. Не требует. Нужно просто подписать. И тогда никто не будет подходить. И никто не будет толкаться. А вообще, надо еще и посмотреть, на каких основаниях это стратегическое предприятие взяли и разбазарили. И этот вопрос. Вот мой авиационный завод. Посмотрите. Тоже все говорили. Нет, никогда. Значит, вы не вернете. Кто только и откуда не появлялся. Какие пальцы не загибал, не разгибал. Все. Вернули. Весь МОП-ресурс, а это и взлетные полосы, и рулежки, и бомбоубежища из общего объема, это, наверное, порядка 80% площадей. Вернули назад государство. Да, на разных уровнях оказались люди, у которых мышление не только не государственное, а про свой карман. Причем все они в Саратской области. Ведь мы сейчас решения, которые принимаются, их реализуем на федеральном уровне, это уже решения Верховного суда Российской Федерации. Валерий Васильевич, надо посмотреть, кто принимал решения в областном суде, в арбитражном, в другой инстанции. Все проверили. Везде. Посмотрите. Нет, проверить-то вы проверите. Ну а дальше-то надо в глаза им посмотреть, сколько у них там совести осталось. Вот о чем. Они должны понимать, что когда они продают свою родину, тем более вот так вот, вольно трактуя закон, ответственность неотвратима. Когда бы потом она не пришла. Все нормально будет. Так или нет? Надеемся. И мы надеемся. Я так иногда вспоминаю, жалко, что в эту прекрасную пору жить не придется. А это вы зря, вы вессимистичны. Вот сейчас те, кто занимается технологиями, новыми, самыми современными, прогнозируют жизнь человека в недалеком будущем. Женщины все равно нас обгонят. У них 145 лет, а у мужчин 144. Поэтому вы подождите своих 144. Договорились, да? Поэтому вот берите прямо и инициируйте статус стратегического запрета на реализации, движимое, недвижимое полностью и так далее. Это просто полномерное разрушение. Вот эти заходы с одной стороны, с другой. Там одни откусили депо, другие откусили себе маршруты. Вот о чем речь идет. А в итоге, это же реально наше достояние. Сюда вложено. Причем, задумайтесь, это все еще создавалось в царской России в 1887 год. Начало. Истоки становления городского электротранспорта. Развитие, это серьезный такой рывок, скачок получило в 1910 году. Это больше 100 лет. Потом в течение советского периода, и мы с вами после себя оставляем вот эти вот здания обшарпанные, кузова, которые гниют. И говорим, вот, все на заклане. А дальше что ли? Ничего. Ничего. И у нас получается, все на этих эмоциях варят политику. А надо не политику варить, а делом заниматься. И левые, и правые должны понимать. Хорошо, когда мы вспоминаем империю, да? Вот, они нам оставили. Советский период, вот оставили. А сейчас доедаем и то, что было при царе, и то, что было при советской власти. Так или не то? Вот это точно так. Поэтому, это предприятие, самое главное, вы просто вот из этого исходите, и дальше прекратите там. Вы что сейчас делаете? Я посмотрел вот тоже все заявления, и публикации. Вот вы пытаете баланс искать. Сколько они заработали, и сколько они, значит, потратили. Не ищите вы этот баланс. Потому что вы не даете зарабатывать. Потому что они не в рынке. Вы на них пытаетесь сами заработать. Пытаетесь сами лениться, не решая вопрос пополнения бюджета и многого другого. Почему? Потому что вот если только область будет с ними рассчитываться так же, как со всеми остальными, она должна им почти полмиллиарда. Она на них экономит. Это значит, сидит министр финансов плентяй, который вместо того, чтобы искать источники, или ездить, обсуждать вопросы межбюджетных отношений, он с них списывает. Понимаете? Другие ваши пытаются кому-то помочь в частном бизнесе, когда задваиваете маршрут. Тоже на них. И дальше они оказываются и без зарплаты, и без новой техники. Поэтому их не надо балансировать по экономике. Их нужно сейчас начать финансировать в том объеме, который необходим в плане повышения зарплаты, в плане новых подходов по маршрутизации, в плане, безусловно, покупки новой техники. Это вообще должна быть инвестиционная программа областная и городская. Она к ним вообще не может иметь отношения. Они себе не заработают на это. Понимаешь? Поэтому вы вот это все возьмите, разложите по полочкам. Тогда они себе заработают еще вот из горки. Если это убрать у них и с ними строить отношения по-другому. Они буквально недавно перевозили, лет, наверное, 12-15 назад, в три раза больше, чем сейчас. Четыре. Они перевозили 100 миллионов. Сейчас они перевозят 26 миллионов. Ну, раньше перевозили все. Нет, ну раньше я знал. Все, что на остановках стоял, мы все перевозили. Они сейчас взяли и на этот рынок запустили тех, кто хочет быть богатым. Похвальное желание только не за счет горожан и государства. Все правильно. Вот и все. Что еще нам надо с вами обсудить, посмотреть? Значит, ну, технику, когда пригоните, давайте соберемся. Тем более, вы ее, я надеюсь, все-таки в ближайшее время вывезете. Подбор за вами. Вот, отправляется лучший кадр, пускай они выбирают их. А потом надо собираться и смотреть уже филотный проезд. Вот один маршрут. И вот переводите этот маршрут, это депо. Потом дальше смотрите второе. И так вот мы по шагу переведем. Ну, так как специалистов здесь много. Кстати, молодежь растет хорошая. Вот у меня в приемную парень пришел, написал такую записку, грамотную. Хотя, говорят, что учится всего лишь на третьем курсе Московского института профильного автодорожного. Мы его ждем у себя на предприятии. Это хорошо, что вы его ждете. Потому что, вот он пишет правильные мысли, а когда посмотрит, как мы их реализуем, у него настроение может появиться, а может и исчезнуть. Наша задача только появилась. Ну и вообще, Михаил Михайлович, мы что-то можем сделать, что нас отличает с положительной точки зрения? Конечно. Человече, ну, во-первых, вот вы правильно затронули, что самое главное, это человек-водитель. Мы сейчас вот смотрим, какие были социальные гарантии, что сейчас. То же самое, турбаза, ничто. Я не в скелаге был когда-то. Сейчас мы... А где-то я не в лагере? На четвертой дачной, наконец-то. Сейчас с руководством обсуждаем строительство такого каркасного сэндвич на 100 мест для привлечения сотрудников. С области. А? Из области, да. И, конечно, что, ну, правильно, что вы говорите? Сейчас по шагу, мы уже этим занимаемся. Давайте отсюда начнем. Да. С этого депо. С этого депо начнем. Отсюда город Саратов начинается. В Москве поближе. Вот, поэтому... Подождите. Вот Йошанка. Видите, преображается. Да, очень. А это начало. Очень. Две улицы еще. Клубная, лагерная застроена. Там врачи будут жить. А поликлиника. А парки сейчас будут. А ледовая арена там будет. А школа какая с бассейном. И многое другое. Вот. Не, 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 не. Правильно. Вы выбрали правильно место жительства. Потому что тот, кто сюда попытается потом попасть, не попадет. Да. Вот так. Вот Валерий Васильевич обещал, правда, большой рынок сельскохозяйства. Он есть. На кольце прямо открыли рынок. Вот глава. Глава другой. Какой вы там рынок открыли? От открытым небом? Нет. Построили полностью? Мы сейчас можем заехать. Сейчас не будем. Мы поедем, когда вот. Да, давай. Смотреть жилье для врачей. И сделали уличную торговлю. То есть они обеспечены? Да. Обеспечены. Да? Зачем, соответственно. Можем прямо поесть сейчас. Можем поездить. Нет, мы сейчас поедем в другое место с вами. На кольце. На правом. Да, там в хорошее. У Гопл тоже не ездят. Видишь, что там? Да, мы его месяц назад примерно накрыли, да? Да. Месяц назад. Ладно. Ну что еще у нас, девушки? А вот как все-таки водители троллейбуса? Раньше женщин было больше. Трамваев. Так же? На вас все держится. Как всегда. На женщинах и пенсионерах. На женщинах и пенсионерах, да? Да, мы пенсионерах. Понятно. Правильно. То есть, да. Ну ничего. Поэтому исходить из того, что будет здесь зарплата минимального в 30 тысяч, вакансий не будет. У нас такая же была ситуация. На скорой закончились вакансии в течение где-то, наверное, недели-двух. Две-три недели. Да, две-три недели они полностью укомплектовались. Скорую помощь. Скорую помощь. А дальше заклассник пусковым добавляют. Это я вот тоже к тем, кто сомневается, что это получится, получится. У нас в Питере, Вячеслав Викторович, одно депо в Питере полностью укомплектованное саратовским водителем. Да. Семьи ехали туда. Туда уехали. Какая зарплата? 70. Они еще 10 лет назад начали унижать. Но вот если будет 30 и выше, поверьте, многие... Ну и с ними на контакте они говорят, да, вот 30-35 сделать, мы вернемся сюда. И в Москве, и в других больших городах, в том же Питере, она намного дороже. Но понятно совершенно, если только у нас зарплата будет оставаться, та, о которой здесь речь идет, у нас все это будет пустое. Поэтому вопрос зарплаты, он самый простой. Его надо решать как можно быстрее. Эти деньги, тем более, в рампе долговых обязательств, он же пускай возвращает. Что касается транспорта, мы пойдем этапами. Первый этап, это будет у нас этап возможностей, которые мы используем через Москву. Второй этап, это участие в лизинге. Тогда у нас суммы будут совсем другие. Но мы уже новый транспорт купим, причем в больших объемах. И параллельно с этим переходим на скоростной трамвай. А ваша задача сейчас взять это все и перевести в новые цифровые технологии. Чтобы мы могли в следующий раз с вами выйти, посмотреть, как вот сейчас там Яндекс.Такси, как вот эти новые технологии. Чтобы это все имело отношение к троллейбусу. И троллейбусу. Особенно в наших погодных условиях, выбирайте, особенно в Москве, чтобы там и кондиционер был, и вай-фай был. И переходите на эти турникеты и тому подобное. Вот вы так задачу ставите. Тогда вы заложите основу развития на перспективу. А если только мы с вами будем пытаться выживать и балансировать все по доходам и расходам, у вас будут доходы. Как только вот это все сделается, он будет вне конкуренции, этот транспорт. А потом дальше, опять, тоже надо заранее говорить. Мы в будущем, часть маршрута, лучше, в общем-то, это сделать в отношении всех, которые заходят в центральную часть города, переводить на электробусы, с тем, чтобы, заходя уже в центральную часть города, отключали и переходили на аккумуляторы, или где-то там переезжали с маршрута на маршрут. Воздухую сеть убирали. Совершенно правильно. Да. Тоже надо это все смотреть. И заниматься модернизацией. Ну и вы хотите сказать, кто с этим выдержит конкуренцию? Не выдержит. Не выдержит. Вот посмотрите. Вот я все рассказываю. Завтра писанин начнется. Вот все те, кто будут критиковать, ноги вытирают, значит, интересы есть. Поняли? Вот об этом. Потому что каждый рыбку свою ловил. То с маршрутами, то с депо, то там еще на каких-то проектах сидел. Вы возьмите, пометьте. Что помечено? Да, хорошо, тогда мне передайте. Хорошо. Мы будем знать героев. Кто там у вас хочет чего-то. Беда в этом. Капитализм каждый понял по-своему. Никто не подумал, что это труд. Кто-то решил, что это возможность урвать. И потом трава не расти. В этом проблема. Кто валяй Васильевич, дальше поедем.